Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Курске, которое занимается производством лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В начале прошлого года мы получили крупный заказ на поставку биопрепарата в пенициллиновых флаконах. Пенициллиновые флаконы представляют сбой стеклянной бутылочки, в которой, в принципе, дозируют порошки, гранулы и жидкости. Реализация заказа на нашем предприятии была, по сути, невозможна без покупки нового оборудования. У нас, иначе говоря, на участке розлива и укупорки есть оборудование для розлива в пластиковой бутылке. Мы решили купить и оборудование для заполнения и укупорки пенициллиновых флаконов. Укупорка флаконов – это процесс, при котором происходит автоматическая подача и закупоривание флаконов. Мы решили приобрести современное оборудование для заполнения и укупорки пенициллиновых флаконов с производительностью 14 тысяч флаконов в смену. Оно должно было, по сути, обеспечивать автоматическую подачу и розлив биопрепаратов пенициллиновые флаконы. Я 10 лет работаю на нашем предприятии в должности главного инженера, привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора машины для розлива я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Машин для розлива в бутылке было по сути представлено много, предприятий из различных стран мира. Я выбрал три наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у представителей. Выбранное автоматическое оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить оборудование для розлива, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, сможет ли оборудование наполнять пенициллиновые флаконы, какая производительность аппарата. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Машину необходимо было по сути найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился специалисту-посреднику из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по материалу флаконов, требуемой производительности, допустимой погрешности оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил машину для заполнения и укупорки пенициллиновых флаконов. Специалист этой компании выслал на почту видео с предложенными вариантами машины, которые, в принципе, наглядно демонстрируют само оборудование и его возможности. Машина представляет собой наполняющее устройство на конвейерной линии. Процесс транспортировки, наполнения и уплотнения осуществляется на вращающемся столе. Система подает пустые пенициллиновые флаконы поштучно на вращающийся стол, который, в принципе, перемещает флаконы к блоку розлива. Машина наполняет 12 флаконов одновременно. Из накопительных вибрационных бункеров красные резиновые пробки и алюминиевые колпачки подаются на узлы укупорки, где пробками закупориваются флаконы, а алюминиевые колпачки одеваются сверху. Завальцовка колпачков происходит механическим способом, при помощи вращающихся головок. Готовые коричневые флаконы уводятся при помощи вращающегося стола в металлический лоток. Через месяц после заключения договора мы получили оборудование для заполнения и укупорки пенициллиновых флаконов и уже через три недели начали выполнять заказ и поставлять биопрепарат клиенту. Машина сделана из качественной нержавеющей стали, производительность 2000 флаконов в час. Мы остались довольны машиной для розлива и укупорки пенициллиновых флаконов. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, так как мне казалось машина слишком сложная, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.